Субтитры делал DimaTorzok Машина, от которой зависит судьба мира. Февральским вечером 1950 года американский физик-ядершик Лео Зилард в радиоинтервью делает заявление, которое шокирует слушателей. Он описывает систему, которая сама может решить, запускать ли ей ядерные боеголовки. Ученый утверждает, появление такой машины неминуемо, а уничтожить ее будет невозможно. Теорию Зиларда признали бредовой и опасной. Вот только адская машина станет реальностью. Но не в США, а в СССР. Ее назовут периметр. Однако в мире за системой автоматического запуска ядерных ракет закрепится другое название. Мертвая рука. Даже сейчас таинственное оружие русских продолжает наводить страх. А все подробности об устройстве периметра десятилетиями оставались строго охраняемой тайной. Так было до сих пор. Секрет на миллиард жизней. Неизвестные подробности о супероружии, которое спасло мир. Система периметр до сих пор относится к одними из самых засекреченных советских, а теперь уже российских объектов. Мертвая рука. Как система периметр оказалась последним рубежом обороны? Система могла сама сформировать приказ на пуск ракет практически без участия человека. Человек, который спас мир. Или строгий выговор за предотвращение ядерной катастрофы. Сообщение о том, что стартовала ракета, пошло наверх на высшуюся командную пункту. Ошибки ядерной молодости. Как американцы потеряли атомные бомбы и к чему это привело? Любая из этих бомб в момент контакта с поверхностью могла самовоизвольно задетонировать. В этом случае будет ядерный взрыв как Хиросимия. Машина судного дня или невероятные приключения электроники. Насколько разумно доверять будущее человечества автоматической системе? Мало ли, что там может случиться в сбою компьютера, что он может понять не так. Это спровоцирует глобальную катастрофу. 13 ноября 1984 года. В этот день все разведывательные системы вооруженных сил США работали в напряженном режиме. Радары на земле и в воде были направлены в сторону Советского Союза. Американцы знали, сегодня русские будут испытывать свое новейшее оружие. Оружие, которое может полностью изменить расклад сил ядерных сверхдержав, а следовательно может перевернуть весь ход холодной войны. Единственным способом сдерживания Соединенных Штатов была система массированного возмездия. То есть руководство США должно понимать, что нанесение удара по Советскому Союзу неизбежно вызовет ответный удар. То, что произошло дальше, произвело на американское командование шокирующее впечатление. Полигон Капустин-Яр в Астраханской области. Отсюда стартует неизвестная модель ракеты. На сверхзвуковой скорости она пролетает несколько тысяч километров и в небе над Казахстаном выдает закодированную команду. Почти моментально с Байконура происходит автоматический пуск другой ракеты. Р-36М. Легендарной Сатаны. На высоте 90 километров от поверхности Земли от нее отделяется учебная боеголовка, которая поражает цель на полигоне Кура уже на Камчатке. Сатана еще долго будет наводить ужас на американцев. Но в тот день их интересовало другое. Что за ракета стартовала с полигона в Астраханской области? Как именно она отдала команду на взлет другой ракете? И что вообще за систему придумали русские? Секретность работы над системой Периметр была такова, что до сих пор мы имеем информацию более-менее адекватную только об одном элементе. Собственно говоря, о системе пуска управляющих ракет. На самом деле в тот день, 13 ноября 1984 года, в СССР проходили финальные испытания новейшей системы автоматического управления стратегическим вооружением Периметр. Командная ракета с кодовым именем 15А-11, та самая, так заинтересовавшая американскую разведку, была частью этой системы. В случае ядерной атаки на Советский Союз, командный модуль должен был автоматически стартовать из подземной шахты и, пролетая над всей территорией Союза с запада на восток, отдавать команды на запуск не одной, а сотням ядерных ракет на суше, под землей и даже на борту подводных лодок. В первую очередь уникальность этой системы в том, что был предусмотрен режим, когда система могла сама сформировать приказ на пуск ракет практически без участия человека, анализируя факторы, которые свидетельствовали о том, что выведены из строя пункты управления, зафиксированы факторы ядерного взрыва. Ничего подобного в США не существовало, но как система могла определить, что территория страны подверглась ядерному удару? В этом и заключалась главная загадка для всех, кроме ее разработчиков. Занималось несколько научно-исследовательских институтов, находящихся в ведении так называемой «девятки». Это девять ведомств, будем так сказать, относящихся тогда к тяжелой промышленности. Институты оборонные. Вся советская научно-техническая элита занималась этим вопросом. Сколько денег было потрачено на создание системы «Периметр», тогда никто и не считал. В ядерной гонке с США руководители Союза готовы были жертвовать чем угодно, только не военными разработками. Вспоминаю начало 80-х годов, середину 80-х годов, когда Соединенные Штаты, НАТОвцы установили почти у самых границ Советского Союза свои ракеты «Першинг» с очень малым подлетным временем этих ракет до столицы Москвы. Мы были вынуждены пойти на ответные меры. Но зачем понадобилось вкладывать столько сил в создание системы автоматического запуска ядерных ракет? И почему эта разработка советских ученых возможно предотвратила самую страшную войну в истории? Кратер от взрыва диаметром в 3 километра. Вышенное поле без следа даже самых прочных зданий в радиусе 5 километров от эпицентра. Огненные торнадо, в пламени которых горит любой материал. До миллиона жертв в первые же секунды. Таковы возможные последствия взрыва всего одной ядерной бомбы в крупном городе. Настоящая катастрофа. Но для военных взрыв атомной бомбы означает прежде всего уничтожение командных пунктов и людей, принимающих решения об ответном ядерном ударе. То есть не просто катастрофа, а потери контроля. Первые удары планировались именно вот по системе управления. И чтобы мы не могли осуществить уже ответный удар. И если американцы планировали вот этот превентивный удар, внезапный удар, то наша стратегия предусматривала ответ на встречный удар и ответный удар. О создании системы, которая позволила бы в экстренном случае самостоятельно, без помощи человека, принять решение об ответном ударе, военные стратегии в СССР и Америке думали с самого начала эры ядерного оружия. Американцы, как и мы, шли к этой системе с помощью экспериментов. Американцы пришли к выводу, что у них, ну, скажем так, не хватает ума создать систему, которая бы хотя бы на 95% давала гарантию того, что не произошла роковая ошибка, что не будет, в общем-то, нанесение ракетного удара не будет ошибочным. 1961 год. Карибский кризис. Мир на грани ядерной войны. В СССР и США военные в полной боевой готовности. В любой момент может поступить сообщение о запуске ядерной ракеты любой из сверхдержав. В таких условиях все могут решить минуты, даже секунды. Именно в самый острый момент кризиса становится очевидно. Советская система командования ракетными войсками далека от совершенства. Трудность прежде всего состояла в том, что систему не было. Создавали прежде всего оружие, ракеты. Главная вещь, как этим оружием управлять. И в первый период приказы до ракетных войск доводились по обычным каналам связи, с использованием обычных средств связи. Этот случай описывал в своих воспоминаниях один из бывших советских офицеров. В разгар Карибского кризиса в одном из командных пунктов ракетных войск СССР сработал сигнал учебной тревоги. Дежурный офицер достал из сейфа заранее приготовленный конверт с секретным содержимым, возможно, кодами запуска межконтинентальных ракет. И даже не смог его вскрыть. Настолько нервничал. И так сильно тряслись его руки. Проблема в Министерстве обороны сочли настолько серьезной, что переработали конструкцию секретных конвертов. В пакет вставили застежку. Теперь было достаточно потянуть, чтобы он открылся. Однако проблема осталась. Слишком многое в вопросах стратегической безопасности страны зависело от нервов, реакции и поступков конкретных людей на боевых постах. Ведь ни одно, даже самое совершенное оружие не поможет, если ответственный офицер вовремя не примет единственно верное решение. Его называют человеком, который спас мир. Бывший советский офицер Станислав Петров. В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года, находясь на боевом посту, на командном пункте Серпухов-15 он был вынужден принять одно из самых сложных решений в своей жизни. Решение, от которого зависела судьба всего человечества. В ту ночь новейшая космическая система обнаружения засекла старт с территории США нескольких межконтинентальных баллистических ракет, направленных на СССР. Это были не учения. Все шло как обычно. Я находился в командном пункте в 0 часов 15 минут. Случилось непоправимое. Заревела сирена очень громко. Подсветилась карта разведки, подсветилась база, на ней выскочила цифра. Стартует ракета одна, достоверность высшая. по всем признакам, которые подавала система оповещения выходило, что СССР подвергся ядерной атаке. Как у старшего офицера смены, у Петрова на такой случай были четкие предписания. Я знал, понимал по логике работы системы, что компьютер обнаружил цель, выдал ее в линию, сообщение о том, что стартовала ракета, пошла наверх на высшающие командные пункты. Меня информировал компьютер. От меня требовалось подтвердить, насколько достоверно. Учитывая напряженную ситуацию в мире и тот факт, что прежде техника никогда так не ошибалась, можно уверенно предположить, что руководство армии страны дало бы приказ о масштабном ответном ударе, а времени перепроверить информацию уже не оставалось. Я должен был только повестить командование, что на нас идет ракетное нападение или нет его. Хотя я был уверен в этом, только 50-50. Что-то мне подсказывало, что никакого ракетного нападения на Совет Союз нет. У меня было 15 минут, те, которые 15 минут, я сидел как на иголках. Почему? Если бы это состоялся реальный пуск, то где-то через 15-17 минут я бы узнал это. Но Станислав Петров решил следовать не приказам, а интуиции и просто отключил тревогу. Вопреки всем признакам офицер понял, что имеет дело не с реальным ядерным ударом, а с ошибкой системы. Он оказался прав и уже на следующий день получил заслуженный выговор за игнорирование приказов и инструкций. Ну, он, собственно говоря, принял же решение, вот, собственно говоря, принял инициативное решение о том, что пуски являются ложными. Вскоре после этой истории Петров подал в отставку. Сам случай оставался засекреченным до 1998 года. И только после того, как подробности всплыли в прессе на бывшего офицера-ракетчика обрушилась долгожданная слава. Правда, в основном за океаном, где Станиславу Петрову было вручено сразу несколько наград за спасение мира. Петров выступил в роли сомневающихся элемента и сказал, что он считает, что это ложный сигнал СПРН. Вот его заслуга в этом. Спасал ли мир Станислав Петров или нет, возможно, так и останется загадкой. Бесспорно другое. Мы не единожды были на грани ядерной войны, но всякий раз от непоправимого шага спасали либо решение одного человека, либо счастливый случай. Андалусия, провинция на юге Испании. Один из самых жарких регионов Европы. Именно здесь 50 лет назад едва не разгорелось пламя, способное поглотить и разрушить весь мир. 1961 год, самый разгар Холодной войны. США запускают операцию «Хромированный купол». Ее суть в том, чтобы постоянно держать в небе некоторое количество бомбардировщиков Б-52 с термоядерным оружием на борту. Они дозаправлялись в воздухе и были готовы в случае ядерной атаки со стороны Советского Союза нанести удар по целям на территории СССР. Даже если бы атаке подверглись ключевые объекты США или аэродромы, у американцев осталась бы возможность для ответа. Фактически, это был американский вариант системы «Периметр», одна из первых версий «Мёртвой руки». Соединённые Штаты делали ставку на развитие бомб бомбардировочной авиации с ядерными носителями. Для обеспечения безопасности предполагалось, что 25% бомбардировщиков, которые есть в распоряжении США, это тысячи машин, будут постоянно находиться на патрулировании, они постоянно будут находиться в воздухе с ядерными устройствами. Утром 17 декабря 1961 года бомбардировщик Б-52 вылетел с авиабазы в Северной Каролине. На борту он нёс четыре ядерных бомбы, каждая из которых была в 70 раз мощнее той, что американцы сбросили на Хиросиму. В небе над Испанией у ракетоносца была запланирована дозаправка, но на высоте 9 тысяч метров случилось то, что едва не стало главной трагедией в мировой истории. Б-52 и самолёт дозаправщик столкнулись и взорвались. Экипажи погибли. Бомбы, которые были на борту бомбардировщика, вместе с обломками рухнули вниз и чудом не сдетонировали. Любая из этих бомб в момент контакта с поверхностью могла самовоизвольно сдетонировать. В этом случае будет ядерный взрыв, как в Хиросиме. И это тоже ещё не худший сценарий. Худший сценарий, если ядерный взрыв, который при этом происходит, создаёт всё-таки достаточное давление, несмотря на образовавшуюся деформацию термоядерной бомбы, для того, чтобы запустить термоядерный процесс. В этом случае будет сразу несколько сотен Хиросим одновременно. История на этом не закончилась. Упавшие на испанской территории ядерные бомбы не взорвались, но потерялись. Их искали несколько месяцев. В поисках участвовали и силы ВМС США, так как американцы опасались, что боеголовки первыми обнаружат советские военные корабли. Когда бомбы наконец нашли, выяснилось, что две из четырёх серьёзно повреждены. Лучшее, что в этой ситуации может случиться, лучший сценарий, вот, собственно говоря, и произошёл, это просто разгерметизация ядерного устройства, истечение из него радиоактивных материалов и радиационное заражение акватории и береговой линии. Собственно говоря, то, что и произошло тогда у Испании. Но надо понимать, что на самом деле просто Бог спас от катастрофы. Уровень радиационного заражения от упавших бомб оказался столь велик, что последствия аварии не устранены до сих пор. По данным, опубликованным в 2006 году порталом Викиликс, только на мониторинг территории в районе катастрофы США потратили около 12 миллионов долларов. А в октябре 2015 года Соединённые Штаты подписали с Испанией протокол о дальнейшем сотрудничестве в ликвидации последствий катастрофы. Что до операции хромированный купол, то она действовала в США ещё несколько лет и была свёрнута в конце 60-х годов после того, как похожая катастрофа произошла в небе над Гренландией. Кстати, по некоторым данным, ядерная бомба, которую американцы потеряли там, не найдена до сих пор. История известна ещё как минимум несколько примеров, когда только чудо спасало мир от Третьей мировой. 28 октября 1962 года. Окинавский инцидент. Дежурный офицер американской ракетной базы получил приказ из штаба о ядерной атаке на СССР, Корею и Китай. Приказ выполнить отказался. Позже выяснилось, что ошибку в сообщении допустил офицер командования. 9 октября 1979 года. Компьютеры сразу в трёх командных центрах армии США показали запуск ядерных ракет с территории СССР. Оказалось, один из офицеров включил на компьютере не ту программу. 3 июня 1980 года. В 2 часа ночи главный командный компьютер Пентагона показал запуск в СССР 200 боеголовок. Причиной неполадки стал бракованный чип за 46 центов. А в 2013 году выяснилось, в течение самых напряжённых 20 лет холодной войны восьмизначным кодом для запуска ядерных ракет в США были 8 нулей. Его установили в 60-х годах американские адмиралы, чтобы не запоминать сложные комбинации цифр. После громкого скандала код поменяли. Чтобы постоянно не держать в небе самолёты с ядерным оружием на борту и не зависеть от решений или ошибок одного человека на боевом посту, нужна была другая стратегия. Почти одновременно в середине 70-х годов в США и Советском Союзе начали разрабатывать системы автоматического контроля за запуском баллистических ракет. Но преуспели в этом именно советские конструкторы. Разработанная в СССР система «Периметр» с одной стороны снимала ответственность за судьбоносное для всего мира решение с конкретного человека на посту, а с другой гарантировала возмездие даже в случае массированного ядерного удара противника. Эта система должна была сработать тогда, когда набирался целый букет параметров, при которых ракета, командная ракета должна была запуститься. Система «Периметр» фактически связывала воедино все ядерные силы СССР. В каждую боеголовку устанавливалось приемное устройство, которое реагировало на закодированный сигнал от командной ракеты. В свою очередь командная ракета стартовала из шахты только после того, как автоматика по сейсмической активности и уровню радиационного заражения убедится, что страна подверглась ядерному удару. Если командование определенное время не отвечает на запросы и не принимает решений, за дело берется мертвая рука. Ракета должна знать, что в воздухе очень много радиоактивной пыли. Ракета должна подтвердить, что произошли какие-то сейсмические явления, которые свидетельствуют не о природных землетрясениях, а именно являются результатом ядерных ударов. И таким образом набирается огромное количество параметров, которые должны быть сведены в одно и убедить эту ракету, что действительно произошло ядерное нападение и что нужно давать команду на то, чтобы включать все оставшиеся живые средства ядерного ответа или ядерного нападения или ядерного контрудара, как хотите. Впервые система периметра была испытана в СССР в самый напряженный момент холодной войны в конце 1983 года. Но несмотря на все старания разведки и спецслужб США, существенные детали о работе периметра за океаном узнали лишь много лет спустя. Секретность работы над системой периметра была такова, что до сих пор мы имеем информацию более-менее адекватную только об одном ее элементе. Собственно говоря, о системе пуска управляющих ракет. Я думаю, что система периметра до сих пор относится к одними из самых засекреченных советских, а теперь уже российских объектов. 1991 год. Разваливается Советский Союз. После падения Берлинской Стены и Железного Занавеса на Запад начинают массово утекать, доселе самые охраняемые секреты СССР. В числе прочих приоткрывается завеса тайной и над таинственной системой периметра. Русская машина судного дня с таким причащим заголовком вышла в печать 8 октября 1993 года газета Нью-Йорк Таймс. Военный эксперт Брюс Блейр впервые в открытой печати заявляет «В России есть система автоматического управления ядерным оружием». Вот цитата из той статьи. Если система действительно существует а некоторые аналитики в американской разведке говорят что это маловероятно но возможно это будет означать что впервые за всю ядерную эру кнопку может нажать машина. Но как именно главный стратегический секрет СССР оказался раскрыт? Кто выдал американцам некогда главную тайну советской ядерной программы? Брюс Блеер тот самый эксперт впервые рассказавший за океаном о системе периметра он долгие годы не раскрывал своих источников информации было известно только что о батской машине ему рассказал кто-то из бывших офицеров советских ракетных войск но имя долго оставалось в секрете Это единственные кадры на которых мы можем увидеть человека рассказавшего миру о системе периметра Сидней день памяти бомбардировки Хиросемы на сцене перед немногочисленной публикой он по-английски но с сильным русским акцентом говорит об опасностях ядерного оружия имя этого человека Валерий Ярынич он один из тех кто помогал создавать периметр и тот кто рассказал о нем миру Валерий Евгеньевич Ярынич полковник в отставке кандидат военных наук профессор академии военных наук с июня 2001 года профессор калифорнийского университета Сан-Бернардена автор книги оценка гарантии а также ряда статей в российских и зарубежных изданиях на темы стратегической стабильности и контроля над вооружениями умер в 2012 году Это наверное был где-то 78-79 год он в это время был заместителем начальника войск связи ракетных войск стратегического назначения полковник я в это время был молодым офицером в оперативном управлении звания майора ну и мы познакомились по ряду вопросов связанных с разработкой перспективных пунктов управления Герынич как и другие опытные офицеры ракетчики понимал что вся мощь ядерного потенциала СССР зависит от одного нажатия кнопки а если конкретнее от человека который это сделает или не сделает чтобы уменьшить риск случайностей и нужна была система периметра тем более что мир в этот момент был как никогда хрупким 1983 год стал пиком холодной войны за 4 года до этого СССР вторгся в Афганистан США начали тайную программу помощи маджакедам численность армий НАТО и организации Варшавского договора достигла своего максимума никогда еще ядерные арсеналы СССР и США не были столь значительны было подсчитано что этих зарядов хватило бы чтобы сотни раз уничтожить всю человеческую выступление президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз империи зла 1 сентября того же года советский истребитель сбил корейский Боинг над Сахалином приняв его за американский самолет разведчик нервы были на пределе у всех и у простых граждан и у военных и у лидеров государств безусловно руководство обоих стран находилось на взводе и ждало любого развития событий в любой момент времени Рейган пришел к власти декларируя что лучший способ прекратить холодную войну это выиграть ее при этом и в США и в СССР все понимали в случае реального ядерного конфликта победителей не будет только проигравшие страны просто уничтожат друг друга но гонку вооружений было не остановить и в ней СССР проиграл Соединенные Штаты в этом плане имели большое преимущество они окружили Советский Союз большим количеством бомбардировочных баз и имели возможность доставить тысячи ядерных устройств ко всем основным городам и военно-промышленным центрам Советского Союза Советский Союз по различным причинам в первую очередь географическим такой возможности не имел поняв что догнать США по количеству боеголовок СССР не под силу лидеры государства решили поменять стратегию раз нельзя победить значит нужно достойно проиграть достойно в их понимании значило напоследок стереть врагов с лица земли система периметр такой исход и должна была обеспечить даже если бы Штаты внезапной атакой застали СССР врасплох Советы все равно смогли бы ответить неважно взорвут ли США Кремль Министерство обороны повредят ли систему коммуникаций и убьют всех у кого есть звезды на погонах ответный удар будет запущен за это систему и прозвали мертвая рука если бы американцы отнеслись к нашей системе недоверчиво и без должного уважения то они бы не знали не дали бы столь уважительное название нашей системе вы наверное это знаете да они ее назвали и мертвой рукой но мне больше нравится рука из гроба да но знаете почему я скорее всего хочу сказать что это рука которая дотянется до континента Соединенных Штатов Америки если мне нравится то пусть будет так в США знали что подобные разработки в СССР ведутся и готовили свой ответ в 1983 году было объявлено о создании новейшей американской системы противоракетной обороны за кажущуюся фантастичность ее почти сразу прозвали звездные войны американский ответ на советскую мертвую руку действительно казался скорее идеей режиссера Джорджа Лукаса чем президента Рональда Рейгана однако о создании космической системы противоракетной обороны объявил именно президент США 23 марта 1983 года официальное название программы СОИ стратегическая оборонная инициатива в 70-е годы активно велись работы по созданию орбитальных лазеров которые позволят перехватывать ракеты на начальном этапе их траектор нужно понимать что чем раньше на более раннем этапе мы перехватываем ракету тем это проще сделать план Рейгана предусматривал развертывание в космосе боевых лазеров способных уничтожать вражеские баллистические ракеты в космическом пространстве а также суперсенсоров и мощнейших компьютеров способных наводить на цели лазеры и ракеты перехватчики настоящий космический лазерный щит эта программа хоть так никогда и не была реализована полностью изрядно напугала советское высшее военно-политическое руководство и СССР с новой силой втянулся в гонку вооружений при тогдашнем уровне фундаментальных исследований при существовавшем тогда техническом заделии программа звездных войн в принципе не могла быть реализована мы видим сейчас с тех пор прошло уже более 30 лет все равно американские инженеры и конструкторы сталкиваются с огромным количеством проблем при экспериментах с лазерным оружием Валерий Ярынич позже в своей книге опишет какая паника и страх иной раз царили в среде самих же военных он как и многие верил что система периметр решит большинство проблем позже Ярынич кардинально поменяет свое мнение но тогда в середине 80-х годов он делал все чтобы мертвая рука как можно быстрее встала на боевое дежурство так как же функционировала самая совершенная и смертельная машина конца 20-го века как именно она определяла что пришло время для пуска ядерных ракет и была ли она застрахована от ошибок Датчики системы периметр были установлены по всей стране от них непрерывно поступала самая разная информация например о состоянии линий связи с вышестоящим командным пунктом о радиационной обстановке о зарегистрированных ядерных взрывах и так далее система собирала и обрабатывала гигантские объемы информации мертвая рука обладала даже способностью анализировать изменения международной военной и политической обстановки система оценивала команды поступавшие за определенный период времени и на этом основании могла сделать вывод что в мире что-то не так при ядерных взрывах мощные сейсмические волны которые можно анализировать и отличать от волн землетрясения очевидно что при нанесении ядерных ударов очень резко возрастает уровень ионизирующего излучения и мы знаем также что происходят очень сильные перепады давления таким образом датчики которые опрашивает эта система способны понять то что по территории страны наносится ядерный удар как уверяли разработчики периметра система не могла начать активные действия в мирное время но что бы произошло если бы внешние факторы заставили ее поверить в начало ядерной войны скептики опасались что это может случиться в любой момент в ее голове должно быть огромное количество параметров чтобы не произошла роковая ошибка 17 июня 1908 года в сибирской тайге произошел взрыв по мощности сравнимой с водородной бомбой взрывная волна была зафиксирована обсерваториями по всему миру в том числе в западном полушарии в результате взрыва были повалены деревья на территории более 2000 квадратных километров оконные стекла в домах были выбиты в нескольких сотнях километров от эпицентра взрыва сейчас мы знаем что таковы были последствия падения Тунбусского метеорита но что если бы нечто подобное произошло не в начале века а в 80-х годах и не над тайгой а над крупным советским городом могла ли система периметр принять такой взрыв за ядерную атаку и запустить ракеты в сторону США военные эксперты на западе как только там стало известно о мертвой руке всегда подчеркивали система опасна доверять автоматике управления ядерными ракетами нельзя мы не можем предугадать насколько система автономна потому что по большому счету ее полная автономность означает повторение вот этого известного сценария художественного фильма про судный день мало ли что там может случиться в сборе компьютера что он может там понять не так и тогда система примет решение об ответном ударе это спровоцирует глобальную катастрофу но все советские разработчики включая Валерия Еренича всегда уверяли случайное срабатывание невозможно даже упавший метеорит не смог бы обмануть мертвую руку система периметра была абсолютно застрахована от каких-либо случайных факторов ни землетрясения ни падения метеоритов никакие другие природные или техногенные катаклизмы не могли обмануть систему система абсолютно точно запрограммирована на определенную последовательность действий согласно которой она идентифицирует к началу ядерной войны система была разработана так чтобы находиться в спячке до тех пор пока один из высокопоставленных офицеров не приведет ее в боеготовность тогда она начинает мониторить сеть сейсмических и радиационных датчиков на предмет признаков ядерного взрыва иначе говоря система не была полностью автоматической в экстренной ситуации ее должен был кто-то запустить как уверяли большинство знакомых с ней лично конструкторов большинство но не все один из разработчиков системы периметр который вот остался на западе он кратенько обрисовал действия этой системы и назвал целый ряд элементов которые фактически говорят о существовании некоторого искусственного интеллекта первые попытки сделать периметр полностью автоматической системой были предприняты еще в середине 80-х однако тогда предложение исключить человека из управления мертвой рукой не нашли поддержки у руководства страны доказательством тому служит этот уникальный документ не уделено внимания предложению имеющему серьезную военно-политическую значимость по созданию полностью автоматизированной системы операций ответного удара включаемый из верхних звеньев управления заведующий отделом оборонной промышленности Беляков 1985 в тот момент периметр уже стоял на боевом дежурстве очевидно что в документе речь идет о создании усовершенствованной системы и эта жалоба Олега Белякова тогда видимо не осталась без внимания о том что периметр полностью автономен и не нуждается в участии человека в начале 90-х проговорились сразу несколько видных советских конструкторов и высокопоставленных военных один из них Виктор Суриков бывший руководитель НИИ машиностроения и института оборонных исследований сейчас его уже нет в живых однако в 93-м году в одном из интервью он заявил что полностью автоматическая версия мертвые руки точно была разработана но встала ли она на боевое дежурство так и осталось тайной я перечитал я перечитал очень много иностранной прессы журналов в том числе закрытых и я горд тем что американцы до сих пор не имеют полного представления о нашей системе периметра а может полностью автоматизированный вариант системы периметр который по заказу Минобороны разработали советские конструкторы в конце 80-х годов все-таки был принят на вооружение и возможно участие человека совсем не обязательно для ее полноценной работы Валерий Ярынич тот самый бывший офицер РВСН который рассказал о периметре западным экспертам и журналистам в это не верил но такой возможности все-таки не исключил в частности он утверждает что система что система периметра способна принимать решения даже в том случае если военно-политическое руководство по какой-то причине не считает необходимым нанесение ответного удара очевидно что это противоречит самой концепции применения ядерного оружия где все-таки до последнего момента решение должен принимать человек возможно Валерий Ярынич понял какую адскую машину он помог построить офицер лично не раз пробивался на приемы к высшим чинам Минобороны чтобы доказать что последнее решение должно оставаться за человеком а не за машиной но его не слушали потому он и рассказал американцам о периметре в начале 90-х Ярынич считал что такую систему нельзя держать в секрете наоборот надо чтобы о ней все знали и именно тогда она выполнит свою главную роль заставит любого противника сто раз подумать прежде чем начать ядерную войну ведь страшное возмездие гарантировано его служба пришлась на карибский кризис его молодого офицера с молодой семьей с молодыми детьми и вот судя по разговору с ним это произвело на него большое впечатление эта ситуация на грани войны и он кроме всего прочего к системе периметр относился как к системе которая дает определенные гарантии что не будет принято неверного решения Валерий Ерынич умер 13 декабря 2012 года как говорят его близкие до последних дней он мечтал чтобы была уничтожена машина которую сам же помогал создавать и еще недавно казалось что это желание Валерия Ерынич осуществилось система периметра должна была быть уничтожена согласно соглашению наступательных вооружениях СНВ-1 и в прежнем системе в прежнем варианте ее не существует на этих фотокадрах то что когда-то было частью наводящей ужас на весь мир системы гарантированного ядерного удара периметра мертвая рука которая теперь уже не способна дотянуться ни до кого из этой шахты должна была стартовать командная ракета 15А11 способная на всем протяжении своего полета раздавать кодированные команды на запуск сотням баллистических ядерных боеголовок в 1990 году система периметр была модернизирована и получила название периметр РЦ но прослужить она успела совсем немного по официальным данным в рамках соглашения о сокращении наступательных вооружений в 95 году была снята с дежурства вся система периметр командные ракеты как говорят военные были распилены на иголки то есть утилизированы шахты заброшены мертвая рука которой так боялись на западе перестала существовать или нет я думаю что она сейчас заменена на гораздо более эффективную систему все-таки нужно понимать что появились гораздо более сложные алгоритмы работы компьютеров искусственный интеллект сейчас гораздо в большей степени развит чем он был развит в 70-е годы 2009 год к тому моменту о таинственной системе периметр все уже почти забыли считалось что мертвая рука если и существовала на самом деле то была давно снята с вооружения как пережиток холодной войны но как оказалось история была еще очень далека от завершения как гром среди ясного неба на страницах американского журнала Вайрат вдруг выходит сенсационная статья авторы утверждают советская система автоматического запуска ядерных ракет до сих пор стоит на боевом дежурстве не подтвердить не опровергнуть содержание статьи российские военные и политики не спешили и вдруг в 2011 году в одном из интервью главком российских РВСН Сергей Каракаев официально заявляет да система периметр до сих пор действует и готова полностью выполнить свое предназначение то есть самостоятельно решить запускать или нет ядерные ракеты кроме того мертвая рука постоянно совершенствуется и в будущем будет становиться только еще эффективнее формальная система периметр прекратила свое существование в прежнем ее виде после договора СНВ-1 но безусловно эта система продолжает совершенствоваться сейчас эта система трансформировалась в целый ряд систем позволяющих в автоматическом в полуавтоматическом и в ручном режиме принимать решения о нанесении ответного удара состоять техническое состояние исследований в этой сфере является абсолютной государственной тайной но если правда что система периметр продолжает стоять на боевом дежурстве то как она действует сейчас что изменилось в ней с советских времен и на кого она нацелена теперь когда холодная война далеко позади смотрите в следующей серии радиосигналы с преисподней какую информацию уже несколько десятилетий транслирует старый советский передатчик вирус апокалипсиса могут ли хакеры добраться до мертвой руки гибель группы Дятлова и таинственные исчезновения на Урале как они могут быть связаны с работой системы периметра новый рубеж и таинственный статус в чем особенность новейших российских разработок в сфере стратегического оружия 11 июня 2012 года Свердловская область вечером на аэродроме близ города Серов собралась группа из 12 человек они шумно что-то праздновали а затем в разгар вечеринки один из присутствовавших командир самолета Ан-2 50-летний хатип Кашапов предложил за деньги покатать друзей на самолете веселая компания предложение с радостью приняла далее информация из официального протокола около 22.00 по местному времени самолет Ан-2 произвел несанкционированный взлет по курсу 210 градусов маршрут неизвестен борт на аэродром не вернулся поиски Ан-2 и людей шли почти беспрерывно на протяжении пяти месяцев и закончились только поздней осенью когда продолжать операцию стало опасно для самих спасателей пришло время строить версии таинственного исчезновения среди прочих отчаявшиеся родственники пропавших людей назовут и такую невероятную версию случившегося в исчезновении самолета могут быть виновны военные дело в том что территория над которой предположительно летел самолет по слухам является местом где находятся секретные военные объекты входящие в систему периметр в частности сверхохраняемая сеть подземных бункеров грот пропавший самолет найдут почти через год поисков в болоте всего в 8 километрах от места взлета и хотя версия что именно военные причастны к его крушению так и осталась лишь версией она заставила специалистов вновь подробнее присмотреться к тому что скрывают уральские леса когда руководство советского союза определилось с тем что ядерное оружие в обозримый период становится основным средством поражения в таких стратегических военных действиях после этого было принято решение строить такую сеть целую защищенных и заглубленных пунктов управления сеть командных бункеров грот самая секретная составляющая легендарной системы автоматического запуска ядерного оружия периметр именно она возможно скрывается в уральских горах и в последние годы некогда почти заброшенные стратегические объекты по некоторым данным вновь оказались под строгой охраной неужели мертвая рука возвращается к жизни ядерные угрозы 21 века от кого теперь нас защищает мертвая рука человечество очень много говорит о ядерном терроризме это пожалуй одна из самых серьезных опасностей которые сегодня подстригает человечество радиосигналы с преисподней какую информацию уже несколько десятилетий транслирует старый советский передатчик вот эти сигналы впервые были использованы в системах управления ракетных войск статистического назначения вирус апокалипсиса могут ли хакеры добраться до мертвой руки защититься не всегда бывает возможно новый рубеж и таинственный статус в чем особенность новейших российских разработок в сфере стратегического оружия это оружие уникальное мертвая рука из ядерного чемоданчика кто конкретно может запустить систему периметр то есть система периметра дублирует руководство страны если она будет уничтожена в ходе ядерного удара Северный Урал места невероятно красивые и таинственные кроме странного но теперь вполне объяснимого исчезновения самолета Ан-2 именно здесь в 1959 году загадочным образом погибла группа Дятлова 9 человек чьи смерти и сейчас вызывают вопросы а одной из причин их гибели уже полвека называют опять же испытание некоего секретного оружия военными глухие леса и труднодоступные горы действительно давно стали идеальным прикрытием для секретных военных объектов возможно таких как командный пункт легендарной системы периметр это вообще говоря сооружение внушающее почет и уважение и объем строительных работ и принятыми техническими решениями по защищенности ну например это помимо того что это глубоко заглубленное сооружение основной командный пункт он висит на амортизирующих устройствах внутри вот этого забетонированного куба то есть он по оценкам специалистов был способен выдержать даже наземный ядерный взрыв достаточно большой мощности жители города Краснотуринска Свердловской области до сих пор помнят как в конце 70-х в разгар холодной войны со стороны горного массива Косвинский камень слышались сильные взрывы эхо доносилось даже по ночам пугая гаража никакой информации о том что происходит официально не сообщалось между тем ходили слухи о том что в горах ведется крупная военная стройка сейчас мы знаем с помощью направленных взрывов расчищали место для бункеров связи и командования но не только для них грот это собственно говоря убежище или командный пункт политического руководства страны вот в случае когда обстановка доходит уже вот до критической вот и может начаться ядерная война то часть политического руководства оно значит занимало ну вот это подземное убежище для того чтобы руководить страной управлять за океаном о стратегической важности системы бункеров грот знали еще в конце 70-х годов главными целями американских стратегов холодной войны на территории России были как раз объекты расположенные в районе Косвинского камня на Северном Урале там штольни использовались естественные собственно говоря вот выработки в породе оборудовалась и там и система защиты радиации действовала ну естественно все для того чтобы нормально можно было функционировать управляющими ядру страны в 1977 году опасаясь нападения способного обезглавить страну советское правительство отправило на строительство бункеров десятки тысяч рабочих судя по снимкам сделанным шпионскими спутниками США работы в этом районе продолжались и в конце 90-х что же именно скрывал Косвинский камень система бункеров в районе Косвинского камня предположительно уходит под землю на сотни метров внутри самой горы проложены десятки километров шахт и переходов наибольшую площадь занимают укрепленные бомбоубежища рассчитанные на тысячи человек а самое защищенное строение командный центр системы периметр именно отсюда в случае начала ядерной войны офицер ракетных войск сможет активизировать мертвую руку подробности о находящейся в этой горе сверхсекретной советской системе бункеров впервые были раскрыты в 1993 году одним из ведущих экспертов США по российским вооружениям Брюсом Блэром тогда же именно он впервые рассказал на западе о самой системе периметр американские стратеги считают грот главным украшением короны российской системы боевого ядерного командования данный бункер критическое звено в системе коммуникационной сети машины судного дня если верить американским экспертам косвенский камень для размещения сверхсекретного командного бункера системы периметр был выбран не случайно уровень сейсмической активности уральских гор очень низкий разрушительных землетрясений можно не бояться кроме того в области сконцентрировано большое количество предприятий ВПК но гора Косьва уникальна и сама по себе там очень интересные были разработки например в качестве антенного вот этого поля использовались горные породы металлосодержащие и так далее это ноу-хау было открытие по сути дела его антенное хозяйство оно подземное и тем не менее оно передает приказ сигнал не затухает в том числе в условиях ядерного воздействия в этом уникальный субъект вот только от кого конкретно должен поступить приказ в командный центр о приведении периметра в боевой режим от кого-то из высшего командования ракетных войск а может исключительно от руководителя государства знаменитый ядерный чемоданчик мы знаем что он неизменно следует за главой государства и передается каждому новому президенту сразу после инаугурации но что в нем сверхзащищенная линия экстренной связи коды запуска ракет или кнопка запуска системы периметр первый ядерный чемоданчик гарантирующий быстрый доступ главы государства к ядерному арсеналу появился в США это случилось в начале 60-х в разгар Карибского кризиса президент Кеннеди опасался что во-первых приказ о ядерном ударе может быть отдан без его санкции а во-вторых что при необходимости сам не сможет отдать такой приказ не находясь при этом в командном пункте в результате система управления ядерным арсеналом США была пересмотрена так и появился легендарный ядерный чемоданчик то есть есть некий терминал системы боевого управления стратегическими ядерными силами который позволяет лицу облаченному такими полномочиями выдавать разрешения и команды на применение стратегических ядерных сил в СССР систему переносного управления ядерным арсеналом стали внедрять в конце 70-х годов до этого времени верховный главнокомандующий мог отдать приказ о ядерном ударе только лично приехав на командный пункт опытная эксплуатация терминала началась в 1983 году а первым главой СССР рядом с которым постоянно находились офицеры с ядерным чемоданчиком стал в 1984 Константин Черненко кодовое название переносной системы управления ядерным арсеналом СССР Чигет а сам чемоданчик согласно официальной информации являлся частью структуры управления ядерными силами Казбек как и система периметр Казбек изначально разрабатывался как инструмент ответного ядерного удара он приводится в действие только после получения сигнала о ракетном нападении на самом деле ядерный чемоданчик не один постоянно на боевом дежурстве находятся три Чигета у главы государства министра обороны и начальника генерального штаба главная кнопка в чемоданчиках есть она передает на командные пункты РВСН код разрешающий использование ядерного оружия но запуск ракет произойдет лишь в том случае если команда об этом поступят со всех трех пультов да и причем мы пошли дальше американцев и в том смысле что ядерные чемоданчики ведь не сразу же будут срабатывать на запросы командной системы каждый обладатель ядерного чемоданчика нажмет кнопку проверки сигнала это обязательное условие этой системы и только тогда когда хотя бы один обладатель ядерного чемоданчика останется жив и он еще раз делает запросы только тогда он подтвердит да так возможно ли что на самом деле в ядерном чемоданчике главы СССР а затем и России находятся коды запуска периметра ведь еще одной из целей создания автоматической системы управления ядерными ракетами было снять груз ответственности с высшего командного состава люди могут ошибаться и принимать поспешные решения или наоборот затягивать с их принятием с появлением периметра задача существенно упрощалась в случае предполагаемой ядерной атаки нужно было лишь перевести его в боевой режим дальше уже сама система а не человек соберет все данные и решит стоит ли приводить в действие ракетный арсенал в этой системе сбоев не может быть поскольку требуется просто невероятное совпадение событий но мне трудно представить что датчики расположены кстати в разных ключевых местах одновременно выдадут ошибку и плюс еще не будет связи с системой боевого управления но это просто невероятное событие ядерный чемоданчик всегда находится рядом с главой государства причем несмотря на то что офицер носящий его относится к войскам связи он всегда одет в военно-морскую форму так сделано для того чтобы его можно было быстро и легко найти взглядом в группе сопровождающих лиц жесткий отбор офицеров для этой работы не является страховкой от экстренных ситуаций правда в основном нам известны только те что происходили с ядерными чемоданчиками лидеров США так бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в день когда разразился скандал вокруг его любовной связи с Моникой Левинской потерял электронный ключ с ядерными кодами он же в 99 году после празднования 50-летия НАТО в Вашингтоне уехал в Белый дом забыв сопровождающего с чемоданчиком прямо на улице человеку в форме пришлось догонять главу государства через центр города пешком другой президент Джеральд Форд однажды оставил чемоданчик вместе с сопровождающим на борту своего самолета в Париже но это все же исключение из правил все что связано с ядерным чемоданчиком и в США и в России максимально засекречено и строго регламентировано однако иногда личные решения даже в деле национальной безопасности оказывались важнее установленных правил и после рассмотрения этих медицинских данных 5 ноября 1996 года все телеканалы в режиме онлайн рассказывают о ходе операции на сердце президента России Бориса Ельцина на время его физического отсутствия на посту главы государства обязанности президента исполняет премьер-министр Виктор Черномырдин это означает что в числе прочих атрибутов власти ему должен быть передан и ядерный чемоданчик официально объявлено переносную систему управления ядерным арсеналом доверили премьеру непосредственно накануне операции однако на самом деле это не так окружение команда Ельцина она же тогда противостояла Черномырдин и она страшно боялась вы помните знаменитую фразу по-моему Киржаков написал Киржаков написал что если передать Черномырдину ядерный чемоданчик то его больше от него не оторвешь ну это знаменитая байка которая была все время операции на сердце президента офицер связи с ядерным чемоданчиком ждал в вестибюле больницы едва Борис Ельцин пришел в себя после наркоза офицер сразу принес чемоданчик ему в палату таково было секретное распоряжение главы государства даже на несколько часов и несмотря на все инструкции военных Ельцин не пожелал передавать ядерный чемоданчик в другие руки впрочем на случай непредвиденной потери связи со всеми тремя обладателями чегетов есть фланг на самом деле система периметр не что иное как подстраховка на случай если носители чегетов и наземные командные пункты окажутся выведены из строя по некоторым данным даже руководитель государства не может напрямую управлять периметром он способен лишь отдать приказ о приведении мертвой руки в боевую готовность дальше все решит сама система система периметр не заменяла никакую другую систему она являлась абсолютно уникальной новой разработкой которая использовалась в качестве резервной системы на случай отказа любого из компонентов или даже всех компонентов управления ядерными силами по системе Казбек то есть система периметр дублирует руководство страны если она будет уничтожена в ходе ядерного удара именно здесь в подземных бункерах на Косвинском камне возможно действует и еще один сверх засекреченный компонент периметра автономный контрольно-командный пункт считается что это сложный программный комплекс созданный на базе искусственного интеллекта по сути это огромный суперкомпьютер именно он оценивает все исходные данные и принимает решения об ответном ударе отслеживаются сразу множество факторов сейсмическая и радиационная активность атмосферное давление интенсивность радиообмена на военных частотах телеметрия с постов наблюдения РВСН и данные системы предупреждения о ракетном нападении к примеру при обнаружении мощного электромагнитного и радиоактивного излучения система также анализирует данные о сейсмической активности и многие другие параметры если они соответствуют определенному алгоритму периметр делает однозначный вывод о том что был нанесен ядерный удар это не один компьютер в который все стекалось а это скорее всего стекалось в локальный центр откуда уже данные конкретно поступали вот мы определили это взрыв он находится там мощность примерно столько килотонн или мегатонн и данные отправлены в этот компьютер и он уже собирал его программист Сергей Никитин подобные системы видел только в голливудских фильмах даже сейчас в эпоху высоких компьютерных технологий ему сложно представить создание такой автоматической машины как это было сделано 30 лет назад загадка даже для него профессионала в области программного обеспечения это не искусственный интеллект в таком масштабном понимании но с другой стороны сложность заключается в том что система должна быть ну не просто надежна не 100% надежна а вот надежна ну вот не знаю как само мироздание потому что цена этой ошибки это уничтожение ну вообще всего человечества или там земли уничтожить расположенный под горой бункер и находящиеся в нем компоненты периметра практически невозможно ему не страшно даже прямое попадание ядерной бомбы хотя как утверждает все тот же американский эксперт по вооружениям Брюс Блэр попытки разработать средства против мертвой руки за океаном предпринимались еще совсем недавно Иракская война стала одной из самых противоречивых страниц в новейшей истории США именно в ней по официальным заявлениям Пентагона американские ВВС собирались использовать суперсовременную разработку проникающую бомбу с небольшим ядерным зарядом так называемую бункер-бастер способную пробивать десятки метров бетона и взрываться на глубине однако за все время конфликта бомба так и не была использована а по некоторым данным разрабатывалась она совсем не для войны в Ираке а для того чтобы иметь возможность нейтрализовать командные пункты периметра если же обобщить всю информацию то выходит что система периметр которую казалось сняли с вооружения в 1995 году по прежнему стоит на боевом дежурстве России работы вокруг командных пунктов активизировались усилилась охрана за океаном ищут средства против периметра система по прежнему одним фактом своего существования способна держать в напряжении всю планету но главное сдерживать воинственные настроения сильных мира сего интересно что ядерное оружие совсем не сразу стало синонимом чрезвычайной опасности были времена когда атомный взрыв являлся развлечением для туристов Лас-Венес рай для любителей азартных игр и ярких шоу на заре атомной эры самым ярким здесь как раз считалось ядерное шоу вообще первые атомные испытания ядерного оружия проводились в атмосфере и последствий атомных взрывов в общем-то не представляли вот то что есть проникающая радиация и то что есть изотопы которые имеют большой период полураспада об этом в общем-то еще и даже не задумывались на атомный взрыв смотрели без специальных укрытий а просто одев очки для того чтобы не поразить глаза с началом испытаний ядерных бомб в пустыне Невада в регионе начали официально разбивать атомный туризм Лас-Вегас находится примерно в 100 километрах от военных полигонов и в чистом пустынном воздухе ядерные грибы были отлично видны на горизонте Лас-Вегас приглашал туристов любоваться захватывающим зрелищем и одно время даже именовался атомный город США местные власти печатали в газетах расписание будущих испытаний улицы были покрыты изображениями грибовидного облака а на вечеринках в честь очередного взрыва наливали коктейль атомный водка, коньяк и шампанское в равных долях об опасностях радиации тогда просто не знали период такой эйфории это же самое было и в нашей стране к сожалению и особенно вот те кто работали с Курчатовым тем кто доставали уран и работали с первым ураном его носили в руках держали в кармане вот разведчики даже известен факт что наш разведчик привез образец урана из-за границы он его достал в Соединенных Штатах Америки он вез его в кармане естественно потом это привело к тому что у него возникла тяжелейшая онкологическое заболевание страх пришел позже когда СССР и США развернули гонку ядерных вооружений в американских кинотеатрах перед сеансами показывали ролики о правилах экстренной эвакуации обычные жители устраивали в собственных дворах бомбоубежища а в СССР как вспоминают свидетели тех событий даже информация о первом полете человека в космос поначалу вызвала панику гонки гонки говорит Москва работают все радиостанции Советского Союза 12 апреля 1961 года реакция на первые слова сообщения Юрия Левитана испуг люди боялись что за дежурной фразой последует новость о начале ядерной войны а не историческая передаем сообщение ДАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство страх перед ядерным оружием казалось навсегда ушел в прошлое с окончанием холодной войны однако это не так в 1947 году сотрудники журнала Чикагского университета Bulletin of the Atomic Scientist создали проект часы судного дня оценивающий уровень международной напряженности и события связанные с атомным оружием время оставшееся до полуночи символизирует вероятность глобальной войны а сама полночь момент ядерного катаклизма в данный момент эти часы показывают без трех минут 12 это значит что вероятность ядерной войны ведущие мировые ученые оценивают столь же высоко как во время Карибского кризиса только теперь условия изменились угроза может прийти откуда угодно 13 ноября 2015 года Париж эта дата стала черным днем современной истории Франции в результате серии террористических атак погибли 130 человек и более 300 получили ранения спустя несколько месяцев 18 марта 2016 года был задержан один из предполагаемых организаторов теракта Салия Хабдесаван в его квартире полицейские нашли шокирующие свидетельства террористы готовили атаку на атомную электростанцию с помощью грязной бомбы взрывчатки и контейнера с радиоактивным изотопом выяснилось что долгое время террористы следили за бельгийской атомной электростанцией и центром ядерных исследований в Германии но их планы проникнуть на территорию объектов разрушила полиция ядерный взрыв в центре Европы сейчас это уже не пугающие байки времен холодной войны а реальная опасность исходящая не от могущественных сверхдержав а от террористов за последние годы вы помните человечество очень много говорит о ядерном терроризме это пожалуй одна из самых серьезных опасностей которые сегодня подстригает человечество только в прошлом году в мире зафиксировано полтора десятка случаев несанкционированного проникновения на ядерные объекты стран в намерении устроить теракт с помощью небольшой атомной бомбы спецслужбы подозревали и у саму бен Ладена в 2001 году на странице печати просочилась информация что тогдашний террорист номер один обладает настоящими ядерными чемоданчиками каждый якобы весит 40 килограммов содержит плутоний красную ртуть и пластид такое взрывное устройство может уничтожить все что находится в радиусе двух километров при этом радиоактивное заражение распространится на десятки миль кстати миниатюрные атомные бомбы официальное название малогабаритные ядерные боеприпасы специального назначения ранцевого типа еще недавно стояли на вооружении и в СССР и за океаном почти все они были утилизированы в 90-е годы о чем свидетельствуют официальные документы а вот террористы никакой отчетности о собственном вооружении разумеется никому не предоставляют это значит что опасность велика сегодня никто не даст твердой гарантии что в распоряжении экстремистов не попадет оружие массового поражения созданная в СССР система периметр конечно не учитывала опасностей нынешней ядерной эры она проектировалась во времена когда невозможно было даже представить что атомная бомба окажется в руках небольшой группы людей впрочем это совсем не значит что мертвая рука морально устарела сегодня ядерным оружием в мире обладают 9 государств это Россия США Великобритания Франция Китай Индия Пакистан Израиль и Северная Корея общее число ядерных ракет в мире сокращается сейчас в распоряжении всей атомной девятки около 15 тысяч боеголовок в разгар холодной войны только у СССР было больше 40 тысяч но при этом актуальность системы периметр как счета от возможных атак не уменьшается ведь каждый из современных бомб в сотни раз мощнее тех что были на заре ядерной эры первая атомная бомба имела мощность порядка 20 килотонн это те атомные бомбы которые были сброшены на Хиросиму и на Гасаки самая большая бомба которая была создана в Советском Союзе порядка 50 мегатонн ударная волна прошла вокруг Земли несколько раз а радиация она фактически достигла многих континентов которых не должна была даже оказаться но в период холодной войны СССР едва не построили бомбу перед мощностью которой меркли бы даже все актуальные разработки эта бомба была по сути первой попыткой создать машину неотвратимого возмездия которой позже стала система периметр в разгар Карибского кризиса как утверждают западные СМИ в Советском Союзе ученые предложили осуществить проект под кодовым названием Судный день от которого в ужасе были даже сами члены Политбюро проект предполагал что будет создана гигантская атомная бомба взрыв которой способен в прямом смысле привести к концу света ее планировали скрытно разместить на грузовом танкере который бы курсировал в Атлантическом океане в случае ядерного удара по СССР бомба на корабле приводилась в действие уничтожая все живое на земле но проект отклонили такое возмездие тогдашнему руководству СССР показалось излишним потому что естественно ни Советский Союз ни Россия первым применять ядерное оружие не собиралось и никогда не собирается то есть это наша доктрина зачем нам применять оружие когда у нас нет завелательских целей военная программа судный день так и осталась фантазией ученых в отличие от периметра который многие тоже называли фантастикой как именно работает мертвая рука до сих пор знают только разработчики системы и высший командный состав РВСМ хотя впервые она встала на боевое дежурство больше 30 лет назад зато вокруг проекта всегда было немало слухов в том числе и самых невероятных этот радиосигнал можно услышать практически в любой точке мира он не прекращается уже три десятка лет и не дает покоя как радиолюбителям так и военным экспертам по самой распространенной версии сигнал который появился в эфире одновременно с постановкой на боевое дежурство системы периметр напрямую связан с ее работой ну и у нас существует радиосеть опорная система оповещения в ней используются как проводные линии связи так и эфирные каналы включая короткие волны средние длинные волны и различные виды связи по некоторым данным сигнал своего рода спусковой механизм для мертвой руки если вдруг в один день он прекратит поступать в радиоэфир это приведет к автоматическому запуску ядерных ракет системой периметра такое объяснение тайны странного радиосигнала долгое время было весьма популярно но 5 июня 2010 года случилось невероятное передача сигнала вдруг прервалась шли минуты часы сигнал беспрерывно звучавший в эфире три десятка лет замолчал лишь на следующий день после 18 часов паузы радиосигнал возобновился ядерная война за это время не началась однако многие продолжают верить в связь странного сигнала с системой периметра ведь монотонный шум через определенные отрезки времени прерывается и звучат закодированные голосовые сообщения на русском языке разгадать их смысл пока никто не смог известно что сигнал точно используется военными его передает коротковолновая радиостанция УВБ-76 но для чего в министерстве обороны тайну раскрывать не спешат сам передатчик который длительное время работал на узле связи генерального штаба вблизи деревни Поварово под Москвой в 2010 году установили на новом месте технические работы и стали причиной временного исчезновения сигнала из эфира но о его связи с периметром меньше говорить не стали коротковолновый радиосигнал это во многом прообраз интернета с его помощью можно передавать важную информацию на огромный для функционирования требовался постоянный обмен данными с тысячами датчиков установленных по всему союзу закодированный сигнал в эфире и мог стать той самой стратегической беспроводной связью для военных в середине 80-х возможно остается ею и сейчас ведь с точки зрения хакерской атаки радиосигнал гораздо безопаснее современных интернет-сообщений вот эти сигналы впервые были использованы в системах управления ракетных войск стратегическому назначению так называемые ШШС шумоподобные связи это когда у вас энергия сигнала сосредоточена не в амплитуде а размазана как бы по частотному диапазону и в результате в этот период по крайней мере сейчас уже научились появлять эти сигналы а в тот период когда вы пытались поймать этот сигнал его невозможно было поймать потому что он шел ниже уровня шума февраль 2013 года зреет крупный международный скандал одна из американских фирм специализирующихся на интернет-безопасности провела собственное расследование и выяснила виновником масштабной серии кибератак против правительственных учреждений компаний и объектов инфраструктуры в США стала китайская армия следы атак на ключевые американские объекты вели в Шанхай где расположена штаб-квартира секретного подразделения воинской части 61-398 народно-освободительной армии Китая специализирующей Кибервойна это компьютерные технологии сбить с толку пункты управления противника разведать его секрет это прежде всего заблокировать передачу информации с пункта управления противника испортить его программы которым он пытается управлять какими другими видами вооружения на самом деле специальное подразделение готовое вести боевые действия в сети есть и в самих США оно называется кибернетическое командование а его основная задача охранять свои компьютерные сети и уничтожать чужие такие например как центры управления российской системы периметр раньше таких возможностей не было вот атаковать системы управления они были защищены защищены засекречены но сегодня кибероружие получило такое развитие что защититься бывает возможно век высоких технологий совсем не обязательно сверхмощными бомбами уничтожать командные бункеры противника можно взломать его сеть и получить доступ к базам данных это куда более верный путь к победе в конфликте но раз российская система периметр управляется автоматически то есть компьютером каковы риски того что она не устоит перед натиском хакеров в погонах роботы действительно угрожают человечеству но мало кто знает как именно глобальный кризис который приближают новые технологии гораздо страшнее восстания машин специально для рэм-тв технический гений изобретатель планшета и смартфона Джерри Каплан расскажет стоит ли прогресс таких шагов они будут работать без использования электронных средств смогут собираться самостоятельно документальный проект человечества есть ли у нас будущее в следующую пятницу в 17.00 работчиков периметра Павел Золотарев человек полжизни посвятивший этой системе уверяет даже в 21 веке мертвая рука недостижима для самых современных технологий других стран нет это фактически исключалось именно за счет использования во-первых вот той системы сигналов о которых я говорил ну это конечно могли быть каналы и проводные там они тоже соответствующим образом закрывались а радиоканалы специальные системы кодирования так возможно таинственный радиосигнал 30 лет звучавший в эфире в любой точке мира действительно связан с периметром взломать такой обмен данными невозможно прервать его тоже ядерное возмездие для любого агрессора станет неизбежным сейчас я считаю эта система все равно играет большую роль и именно вот в том факторе который всегда подчеркивал Юриныч что она дает возможность лицу принимающему решение принимать его спокойно уверенно избегая ошибок зная что если даже он вовремя его не примет все равно противник получит ответный удар в 2010 году бывший госсекретарь США Колин Пауэлл выступил с сенсационным заявлением сенсационным прежде всего для человека который дослужился до генеральских погон и лично командовал вторжением американской армии в Ирак после многих лет использования ядерного оружия я пришел к выводу что оно бесполезно его никогда нельзя использовать это заявление наделало немало шума и в самих США ведь слова одного из бывших лидеров государства кардинально расходились с делом в последние годы темпы сокращения ядерного оружия за океаном резко пошли на спад американцы перестали активно утилизировать боеголовки и наоборот начали испытывать новые но большинство военных экспертов признали ядерное оружие действительно превращается в опасный пережиток прошлого что ядерная война не может быть развязана потому что в ней не будет победителя на самом деле так стоит начать обмениваться ядерными ударами произойдет эскалация этих ударов ну и радиоактивное заражение местности доделает все остальное всего в истории человечества было взорвано 2053 атомных бомб некоторые как например советская царь бомба были настолько мощными что взрывная волна несколько раз обходила вокруг земного шара но сейчас наступает время другого оружия которое тем не менее делает российскую систему периметр еще более актуальной в нашу эпоху такая система нужна гораздо больше чем даже в 70-е годы в 70-е годы основной угрозой со стороны США рассматривался массированный ракетно-ядерный удар который уничтожит руководство страны и основной ее потенциал но сейчас появилась новая угроза гораздо более серьезная чем ядерное оружие это высокоточное оружие ракета способная сравнять с землей укрепленное здание пролетает несколько тысяч километров и попадает в нужное окно конкретного дома где и взрывается уничтожая все живое это не фантастика это уже почти реальность реальность которая меняет все представления о вооруженных конфликтах скорее всего в течение ближайших 10-15 максимум 20 лет высокоточное оружие приобретет свойства ядерного то есть по точности по возможности уничтожать ключевые объекты инфраструктуры высокоточное оружие внеядерном исполнении сможет добиваться решать те же задачи которые решало и ядерное оружие в частности по ликвидации руководства страны уничтожения основных командных пунктов пунктов связи и мест базирования ракетного оружия именно поэтому развитие и совершенствование системы периметр приобретает все большую важность ведь она создавалась именно как резервный центр управления стратегическим вооружением нашей страны на случай уничтожения ключевых раньше причинить такой ущерб мог только массированный ядерный удар по территории СССР теперь достаточно нескольких высокоточных ракет задачи теперь стоят перед инженерами гораздо более сложные это не только предупреждение о ракетном нападении ядерном но также предупреждение о применении высокоточного оружия в том числе построенного на новых физических принципах на микроволнах и на лазерном излучении и работы по совершенствованию периметра судя по всему активно ведутся но я уверен что она действует и действует на качестве на новом уровне по нескольким параметрам и продолжает совершенствоваться потому что это не та система которая может быть в ближайшем перспективе что называется списана в расход и морально устаревшая она действительно вносит свой весомый вклад в снижение рисков применения ядерного оружия в марте этого года немецкое издание Билд сообщило сенсационную новость в ближайшее время Россия намерена провести крупнейшие за последние 25 лет испытания ядерного оружия дальнего радиосодействия с подводных лодок в Арктике одновременно может быть запущено 16 ракет и это далеко не все что взволновало зарубежную прессу это новая российская система на гиперзвуковой основе с новыми энергетическими мощностями это это то новье которое по сути является в немалой степени нашим ответом на противоракетную оборону США в Европе это оружие уникальное 9 ноября 2015 года совещание по делам оборонной промышленности эти кадры обошли все телеканалы и эксперты не смогли не обратить внимание на странные документы в руках одного из военачальников на них схема новейшего российского беспилотного подводного аппарата достаточно крупного чтобы нести собственные торпеды название проекта статус 6 а это уже новейшая межконтинентальная ракета рубеж она может на сверхзвуковой скорости преодолевать расстояние в 11 тысяч километров в ближайшее время рубеж должен поступить на вооружение к российским военкам рубеж это ракета твердотопливная которая оснащена новым комплектом полезной нагрузки в том числе комплектом средств преодоления противоракетной обороны нового поколения плюс на этой ракете применены новые виды так называемых смесевых твердых ракетных топлив это новое поколение топлив позволяет сократить разгонный участок ракеты это первое и в том числе существенно затруднить обнаружение пуска средствами предупреждения о ракетном нападении наших партнеров в кавычках в числе разработок российских конструкторов значится и новейший летательный аппарат Ю-71 о нем известно только то что самолет сможет достигать скорости в 5-6 тысяч километров в час и нести несколько ядерных ракет на борту остальная информация как и ход работ строго засекречена обо всех новейших разработках российских конструкторов мы знаем совсем немного но в одном можно быть уверенным наверняка все они станут частью невидимого счета которым является система периметра система которая во многом помогла предотвратить ядерную войну 30 лет назад и которая способна одним своим существованием остужать горячие головы еще не одно десятилетие субтитры 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 создавал DimaTorzok